Здравствуйте, уважаемые дивногорцы! Сегодняшний прямой эфир мы посвятим теме вакцинации подростков и на ваши вопросы будет отвечать Андрей Викторович Патылицын, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники. Пока мы ждем зрителей, дивногорцев, которые присоединятся к нашему прямому эфиру, я скажу, с чем вызвана необходимость и актуальность нашего прямого эфира. На прошлой неделе Дивногорская поликлиника начала уже подготовительную работу к вакцинации подростков, и родители получили, да, дети со школ принесли документ, в котором как раз-таки был задан вопрос, добровольное согласие на прививку. И в родительских чатах, я знаю, достаточно активно обсуждалась эта тема, у родителей продолжает обсуждаться, и мы решили получить ответы на эти вопросы, что называется, из первых рук. Итак, я напомню тем, кто сейчас присоединился к нашему эфиру, что наш эфир посвящен вакцинации подростков. На вопросы будет отвечать Андрей Викторович Патылицын, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начали получать родители документ с добровольным согласием на прививку. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Во-первых, хочу сказать, что вакцинация является добровольной. И в первую очередь те согласия, которые получили родители, связаны именно с этим. Добровольное, информированное согласие на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В настоящий момент вакцина еще не поступила к нам в организацию, но нам нужно, так как ее ограниченное количество, нам нужно формировать вот эти списки, кто у нас будет прививаться. И сейчас мы выявляем этих желающих детей, в частности, вот через эти согласия. Вакцина придет ограниченно, в ближайшее время мы постараемся вакцинировать всех желающих. Ну, в ближайшее время, правильно ли я понимаю, что на сегодняшний момент вакцина ни в Дивногорск, ни в Красноярский край еще не поступила? На сегодняшний день вакцина не поступила ни в Дивногорск, ни в Красноярский край, ни в город Красноярск, ни в ближайшие регионы, насколько я знаю. Скажите, пожалуйста, а какие примерные сроки Министерство здравоохранения как-то ориентировало? Да, нас ориентирует на первый квартал 2020 года. То есть это будет уже 2022 года, это будет уже в ближайшее время, именно поэтому вы начали подготовительную работу. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о приближающемся штамме омикрон? Ведь эта работа тоже начата именно с тем, что сейчас в Красноярском крае он уже появился, он уже завезен, и следующая волна коронавирусной инфекции связана именно с тем, что ожидают приход того штамма. У него есть свои особенности. Можете рассказать? Да, особенности действительно есть. Первая особенность – это более короткий инкубационный период. То есть если раньше мы могли ориентироваться на то, что приблизительный инкубационный период – это 6-8 дней, сейчас он сократился до 3-5 дней. То есть это более быстрое развитие заболевания. Также отмечается более высокая заразность. То есть большее количество людей подвержены к заражению, в том числе и дети. И дети в данный момент, наверное, являются даже под большей угрозой, чем взрослые, в силу того, что до сегодняшнего дня, до ближайшего времени дети не вакцинировались. Только планируется начинать эту вакцинацию. Взрослые все-таки более-менее защищены. Но и омикрон, насколько я слышала, еще одна его особенность, что массово будут болеть при омикроне именно дети. Если предыдущие штаммы коронавируса больше заболеваемости подвергалось взрослое население, что здесь именно дети. Да, у нас есть действительно такие опасения, что на омикроне штаммы может отыграться на детях, потому что предыдущие штаммы как-то детей более-менее маленько щадили. Но вот с омикроном, боюсь, что может все действительно пойти не очень хорошо. То есть специалисты и Роспотребнадзора это подтверждают? Да, действительно подтверждают. Не только краевой, не только российский, а вообще мировые специалисты. И ВОЗ подтверждает эту информацию. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то противопоказания? И вообще, какую прививку, как называется эта прививка, которую мы ожидаем? Прививка называется спутник М. Прививка двухкомпонентная. Ставится первый компонент через три недели второй. Все, в принципе, как со спутником ВИК. Противопоказания, конечно, есть. Они есть абсолютно у любой прививки. Первое основное противопоказание – это гиперчувствительность к компонентам прививки. Это есть у любого препарата, это есть у любой вакцины, у любого анотоксина и так далее. Второй, тоже не менее важный пункт в противопоказаниях – это острые респираторные вирусные инфекции в острой стадии своей. И даже после выздоровления, две недели минимум – это медотвор. При каких-то более тяжелых заболеваниях – это до месяца медицинский отвод от вакцинации. Кроме того, сложные аллергические заболевания в анамнезе – это синдром Лаэла, это тяжелые отеки к ВИНКе. Это тоже является противопоказанием. Хорошо. Вот у нас, Андрей Викторович, у нас есть вопрос от наших зрителей. Татьяна Губина спрашивает. Здравствуйте. Если ребенок уже переболел коронавирусом, какова вероятность заразиться повторно? Вероятность заразиться повторно, конечно, есть. Точно так же, как и у взрослых, точно так же, как у любого другого возрастного контингента, вероятность заразиться повторно есть. Вряд ли это произойдет в ближайшие 2-3-6 месяцев, как это обычно бывает, но вероятность все-таки есть. Бывали случаи, когда и через месяц заражались люди, и через два, и, как правило, все-таки болеют легче, потому что иммунитет уже более-менее сформировал. Но здесь я тогда тоже еще дополню вопрос. А у привитого человека есть вероятность заразиться? Вероятность есть. И не надо думать, что вакцина это такой скафандр или такой пузырь, который обволакивает человека и не дает ему заболеть. Нет, это не так. Вакцина это такой тренер, который учит иммунитет отвечать на инфекцию. И вероятность того, что человек, который привит и заразился коронавирусом, гораздо ниже вероятность того, что он переболеет с тяжелой формы. Гораздо ниже каких-то осложнений, гораздо ниже будет вирусное число, и, соответственно, с меньшей степенью вероятности он сможет заражать других людей. Это тоже очень важно. Опять же повысится коллективный иммунитет повысится у нас в обществе и тоже снизится вероятность заражения вирусом. Ну, здесь, наверное, это не только свойственно прививке от коронавирусной инфекции, не только спутнику ВИ, это свойственно вообще любой прививке, в том числе от гриппа, который мы давно уже привыкли, с которой все давно уже узнали. Скажите, пожалуйста, вот в осенний период, когда была вакцинация от гриппа, мы говорили, что можно одновременно ставить для взрослых, да, для взрослых. Две прививки одновременно от гриппа и от коронавирусной инфекции. Понятно, что сейчас период вакцинации от гриппа завершен, но обычно, вот как раз в конце зимы, в начале весны, начинают детей прививать от клещевого энцефалита, ставят диаскин-тест и так далее. Скажите, пожалуйста, как сочетаются эти две прививки и какие есть особенности? Ну, по тем инструкциям, что мы получили на данный момент, с чем-то комбинировать вакцину спутник М не стоит. Вместе их ставить точно нет. Ну, единственное, что все-таки вот диаскин-тест вы сказали, диаскин-тест у него, в принципе, противопоказаний, там только острый-острый инфекция. То есть, если там запланировано проба МАНТУ или диаскин-тест, ну, диаскин-тест для более взрослых детей, потому что мы говорим все-таки о детях с 12 лет, да, о подростках, то противопоказаний вот с диаскин-тестом, наверное, не будет. А, допустим, с прививкой от клещевого энцефалита, какой нужно интервал выдержать? С прививкой хотя бы 30 дней. 30 дней. Итак, давайте для наших зрителей повторим. Для прививок от клещевого энцефалита и от коронавирусной инфекции выдерживаем 30 дней. И я повторюсь, для тех, кто только присоединился, если дети переболели ОРВИ, то нужно после острого периода заболеваемости нужно выдержать 2 недели. Здесь такое ограничение. У нас еще один вопрос. Елена Белозерская спрашивает. Здравствуйте. Детям-осматикам можно ставить прививку от ковида? Вот, опять же, по тем инструкциям, что мы получили, астматикам нет противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции. Основное противопоказание, которое может быть в данном случае, это, опять же, обострение бронхиальной астмы, либо ОРВИ. То есть, если нет обострения, то противопоказаний нет. Итак, коллеги, давайте я еще посмотрю, есть ли у нас вопросы. А я напомню, что сегодняшний прямой эфир у нас посвящен вакцинации подростков. На вопросы отвечает Андрей Викторович Потылицин, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники. Давайте мы отвечаем на ваши вопросы. И вот я вижу у нас, пока вопросов не вижу. Напомню, что наш прямой эфир проходит в наших аккаунтах администрации города Девногорска во Вконтакте и в Инстаграме, а также в аккаунте газеты Огни и Несея, социальной сети Вконтакте. Скажите, пожалуйста, Андрей Викторович, а если будет проходить вакцинация? Она будет проходить в школах или нужно будет приходить в прививочный кабинет? Как будет организована сама вакцинация? Скорее всего, мы посмотрим, сколько у нас будет конкретных желающих из конкретных школ и по ситуации будем уже определяться. Скорее всего, будем делать, наверное, все-таки это в поликлинике. Поликлинике. Условия в поликлинике. Ну, это, видимо, связано с тем, что будет очень ограниченное количество вакцин для подростков. Количество будет ограничено. Вакцина, опять же, есть определенные условия, при которых вакцина должна храниться и использоваться. Эти условия не всегда возможно исполнить в каких-то учебных заведениях. Но если будет достаточно большое количество желающих, допустим, из какой-то одной конкретной школы, я думаю, мы сможем это сделать на базе школы. По отработанной схеме, как сейчас у нас работают выездные бригады. Да, и как сейчас у нас выездные бригады работают в демногорских техникумах. Ну, плановая вакцинация в школах, она предусмотрена и там проводят вакцинацию. То есть, ничего такого сверхсложного в этом нет. Но нужно определенное число. Хорошо, коллеги, я обращаюсь, давайте посмотрим, нет ли у нас больше вопросов от демногорцев. Я вопросов больше не вижу. В завершение эфира хочу подчеркнуть, Андрей Викторович, что вакцинация подростков – это совершенно абсолютно добровольная. Добровольная, да, добровольная. И сейчас демногорская поликлиника как раз заранее решила провести эту работу, чтобы получить обратную связь от родителей и понять для себя четкую картину, кто имеет это желание привить своего ребенка. Хорошо, тогда спасибо большое, Андрей Викторович, за подробные ответы на вопросы. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Мы завершаем наш эфир. Спасибо. Спасибо.